В Твери приговор экс-руководителю государственной жилищной инспекции Татьяне Атаевой оставлен без изменений. Напомним, бывшая чиновница, обвинявшись в покушении на мошенничество, была осуждена в марте этого года. Суд назначил ей наказание в виде условного срока, а также обязал выплатить компенсацию в размере 850 тысяч рублей. Атаева пыталась добиться смягчения наказания. Подробности в материале нашего корреспондента. Судебное разбирательство по делу бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Татьяны Атаевой началось в августе прошлого года. Чиновницу заподозрили в покушении на мошенничество. По версии следствия, Татьяна Атаева похитила из регионального бюджета более 1 миллиона рублей. В течение более чем пяти лет она отдавала сотрудникам бухгалтерии ГЖИ указания о произведении расчетов фиктивной заработной платы. Поддельные подписи в ведомостях экс-глава ведомства ставила собственноручно. Деньги получала главный бухгалтер жилищной инспекции, которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях начальницы, передавала эти средства Атаевой. Суд счел доводы стороны обвинения весомыми и признал Атаеву виновной. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. А также судом было постановлено взыскать с Атаевой Татьяны Сергеевны в пользу главного управления государственной жилищной инспекции Тверской области в счет компенсации материального ущерба 849 тысяч 120 рублей. Однако сторона защиты с наказанием не согласилась. Адвокат подсудимый подал апелляционную жалобу, но добиться смягчения приговора для Атаевой не удалось. 18 августа 2020 года Тверским областным судом приговор от 31 марта 2020 года в отношении Атаевой оставлен без изменения. Апелляционная жалоба без удовлетворения. Впрочем, и на этом, судя по всему, точку в деле Татьяны Атаевой ставить еще рано. По информации нашего телеканала, сторона защиты намерена подавать касацию на вердикт суда. Мы продолжим следить за развитием событий.